Молодые активисты снова вышли на улицы города. Еще недавно их волновала судьба Украины, а нынешний пикет направлен на поддержку законопроекта об участии граждан в охране общественного порядка. Проще говоря, ребята за возрождение добровольных народных дружин. Большинство парламентариев Госдумы закон поддержали, и он уже принят в первом чтении. Благодаря закону права дружинника будут охраняться. То есть выход его на дежурство, то есть патрулирование на улице будет охраняться законом. Те предупреждения, которые будет дружинник делать, ну скажем так, правонарушителем, они будут в рамках закона. Правоохранительные органы помощи добровольцев только рады. Но по сути, те дружины, которые есть или до недавнего времени были, они незаконны. Непонятно, на что имеет право дружинник, как ему действовать в той или иной ситуации. Новый закон весь процесс сотрудничества дружины полиции четко регламентирует. К тому же для добровольцев будут предусмотрены меры поддержки. За счет муниципальных средств, региональных средств будет учтено их занятие в спортивных залах, их занятие, скажем так, ты на жорках. То есть на самом деле разный спектр услуг представляется. С одной стороны это и спортивные льготы, с другой стороны это и льготы социального характера. Уличный опрос показал, многие не против выйти на вечернюю улицу и лично хранять покой ивановцев. И это не столько показатель активной гражданской позиции, сколько неудовлетворительная оценка в работе полиции. Вот у меня семь всего лишь опрошенных, из семи опрошенных четыре молодых человека желают вступить в народную дружину тогда, когда закон будет все-таки уже принят, и они смогут действовать, скажем так, уже официально, легально. Сто процентов опрошенных говорят, что, как отметили, что все-таки проохранительные органы со своими обязанностями не справляются. Ну, то есть это мнение все-таки молодежи, которая была опрошена. Если закон примут, то на российские улицы вернутся уже позабытые многими добровольческие народные дружины. Примерить на себя роль полицейского и неусыпно патрулировать город, когда он спит, смогут все желающие, достигшие совершеннолетия.